Всем привет! От чего зависит яркость оргазма? Вот смотрите, оргазм — это накопление сексуального возбуждения, телесных ощущений, эмоций. То есть это, по сути, всё это состояние, когда оно доходит до пикового состояния, происходит оргазмная разрядка. Так вот, чем больше вот этих вот состояний, эмоций, ощущений до самого пикового состояния, тем ярче происходит оргазм. И ваша задача — научиться создавать огромное количество вот этого, чем больше, тем лучше вот этого состояния, ощущения из остального внутри себя и у партнёра, для того, чтобы эта разрядка была интереснее, ярче, вкуснее. Вот знаете, состояние страсти, вот когда два человека, да, мужчина и женщина, находятся в неком таком поле, где вот часто, да, там и в фильмах показывают, у кого в жизни так было тоже. То есть когда мужчина и женщина общаются, они находятся в общем пространстве, они общаются, и они не знают друг о друге, согласен ли тот человек на близость. И когда каждый человек думает, хочет этой близости, но он не знает ответ, готов ли другой человек на близость, они находятся в таком интересном поле. Когда они сближаются, да, то есть между ними уже происходит такое накопление электрозаряда, то есть вот этих вот накоплений электромагнитных частиц. И когда вот это вот происходит, происходит взрыв, да, помните, как на уроке физики два электромагнитных заряженных шарика притягиваются, и происходит, начинаются искры, происходит взрыв вот между мужчиной и женщиной, часто тоже происходит вот это состояние. Что происходит с нами во время ссоры? Когда мы ссоримся, мы также внутри хотим подмириться, но мы не готовы идти на примирение сразу, также мы не знаем, готов ли наш партнёр идти на примирение. И есть вот это состояние отдаления, потому что когда мы поссорились, да, то есть произошёл между нами какой-то конфликт, какой-то это, между нами тоже возникает вот такой вот электрозаряд, который и отталкивает, и притягивает одновременно. Вот вспомните вот это состояние, когда после ссоры вы злые такие, да, там на своего партнёра, и прям одновременно хочется пойти с ним поговорить, хочется продолжать какой-то контакт или продолжать ссориться или ещё что-то, то есть контакт хочется продолжать, но при этом вы находитесь в таком состоянии, что нет, я обиделась, я не пойду к нему, я не это, и внутри вас вот это вот такое происходит, такое вот эмоциональное состояние. И у мужчины точно такое же происходит, и когда вы всё-таки сближаетесь, происходит джи-искры, и оргазм получается очень яркий, насыщенный, такой кайфовый. Когда просто мужчина и женщина занимаются сексом, да, то есть сближаются, и это происходит просто, естественно, комфортно, то такого вот эмоционального заряда не происходит, то есть, естественно, оргазм не настолько интенсивно яркий. И часто нам очень хочется вот такого вот яркого оргазма, но не хочется устраивать ссоры, скандалы там и всё остальное. Что можно сделать ещё, чтобы оргазм был яркий, но при этом это было всё естественно и комфортно? Первое – это сделать накопление разных ощущений, то есть перед сексуальной близостью можно поиграть в такую игру. Например, вы это можете сделать по очереди или сделать одновременно, то есть вы начинаете трогать друг друга, касаться только кроме зоны интимных органов. То есть вы трогаетесь друг друга по телу, вы гладите друг друга, вы чувствуете эти прикосновения, вы трогаете партнёра в обмен, то есть как в танце, вы вот сливаетесь в такие вот ощущения, и табу – это интимные органы. Вы начинаете друг другу дарить наслаждение, и когда ваши наслаждения, ощущения доходят до пикового состояния, при этом вы можете пересматриваться взглядами, то есть добавлять эмоции, добавлять ощущения эмоционального вот такого вот состояния. Вы можете смотреть друг на друга, можно включать какую-то музыку такую, причём это должна быть не расслабляющая музыка, а вот такая интригующая, да, добавлять музыку, есть даже музыка специальная, называется музыка для секса, добавлять вот эти вот ласки, ваши ласки и прикосновения, можно добавлять разные инструменты, например, разные какие-то ткани, меха, какие-то там пёрышка, камни, какие-то бусы, ещё что-то, то есть разные вот эти вот концентраты разных ощущений, например, бусы из камней, они будут такие холодные, да, если их проводить по телу, они будут давать одно ощущение, если взять пёрышко, оно будет давать другое ощущение, если взять, например, кусочек меха, то это будет другое ощущение, и вот чем больше вот этих будет ощущений, и вот это состояние табу, вот прям разогревать друг друга, разогревать, пересматриваться, обязательно контакт глаз, обязательно вот эта игра, не разговаривая молча, то есть разговаривайте глазами, научитесь друг другу доносить что-то через взгляд, вот мы смотрите мужчине в глаза, и пусть он прочитает это состояние, это желание, и при этом вот эту зону пока не переходит, да, то есть он чувствует, что это есть, он чувствует, что вы для него желанное, что вы этого хотите, но не переходите к грань, не переходите на эту сторону, поэтому поиграйте вот в таком состоянии, и когда у вас вот этих ощущений будет настолько много, настолько вы будете чувствовать себя расслабленной, удовлетворённой от самих состояний, и ваше возбуждение сексуальное, оно будет накапливаться по интенсивности, то есть оно будет становиться сильнее, 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 и чем сильнее, когда вы будете чувствовать вот это состояние, когда уже вроде как в немоготу терпеть, вот эта грань, главное тоже её не переступить, вот эта грань, когда уже настолько хочется, чтобы эти ощущения, вот это состояние перешли совершенно в другую близость, в другой контакт, вот тогда пусть произойдёт между вами щелчок, и будет вот это состояние и желание наброситься друг на друга. Также ещё можно поэкспериментировать с эмоциональными такими играми, то есть, например, в течение вечера вы ходите такая холодная, недоступная снаружи, но при этом очень горячая внутри, то есть вы внутри очень хотите сексуальной близости, вы просто фантазируете и мечтаете об этом слиянии, об этом состоянии, о том, что вот у вас будет сексуальная близость, но при этом никак не демонстрируете это внешне, а показываете только через глаза, то есть когда вы встречаетесь с глазами, когда вы общаетесь, когда вы контактируете, когда вы разговариваете о чём угодно, но внутри вас бушуют просто бурные фантазии вашего сексуального опыта, и вы абсолютно не показываете это в голове, то есть, вернее, не показываете это внешне, но вы проживаете это в голове, продолжаете проживать это в голове, в теле, в ощущениях, и когда вот вы вечер проводите в таком состоянии, и наступает ночь, ваш мужчина, во-первых, уже задумывается о том, что с вами не то, он начинает смотреть на вас как-то по-другому, вы также продолжаете его интриговать, и главное, опять же, вот в этих всех играх очень важна вот эта тонкая грань, не передержать тот момент, когда и вы, и мужчина уже не готовы дальше терпеть, потому что после этого состояния будет или переключение внимания, или желание оргазмной разрядки, то есть, вот это состояние, когда вы уже очень хотите, чтобы близость наступила, и он уже тоже, он смотрит на вас и понимает, что да, ну, его баню, например, тот фильм, те вечерние дела, там, ужин или ещё что-то, и он готов уже сейчас, не отдаляйте сильно далеко, потому что, я же говорю, пройдёт или этот момент, и будет или переключение внимания, или неприятные ощущения от того, что хочется уже близости, хочется уже сбросить это эмоциональное напряжение, но, блин, не получается, поэтому включайте вот эти игры, эти состояния, добавляйте как можно больше вот таких ощущений, эмоций, но главное вот это вот создание правильного напряжения между вами, то есть, чтобы вот это поле между вами, как два электрозаряда, были очень круто и правильно, как и созданы, и наэлектролизованы, то есть электролизуйте поле между вами, и оргазмная разрядка, и самоудовольствие будет очень ярким, очень интересным и очень насыщенным. Пишите свои комментарии, что вы готовы взять из этого видео, что вам понравилось, и ваши впечатления и эмоции. Также задавайте ваши вопросы, если вы не готовы задавать вопросы просто под комментариями, пишите в личку в моих соцсетях, и я обязательно поделюсь с вами своим видением, своим мнением, своей профессиональной точки зрения. Пишите, ставьте лайки, и до скорых встреч! Подписывайтесь на мой канал!